Библейский портал экзегет.ру представляет Такими вялыми и непоследовательными попытками державы селевкидов Вернуть иудею под свой контроль Большая страна, много разных действующих лиц А иудея маленькая, но в ней есть некая единомыслие В ней есть вот некоторые представления о том, что Иудея должна жить сама по себе Она не должна быть частью большой селевкидской империи Поэтому им и удается Ну а кроме того, потому что Бог за них Спустя совсем немного времени Лисий, опекун и родич царя Ну то есть, в общем, второй человек государства Может быть даже на самом деле первый Потому что царь у нас еще малолетний И сам решение это не очень принимает за себя Поставленный над государственными делами Чрезвычайно удрученный этими событиями Ну соответственно, тем, как иудеи сбросили селевкидское ермо Собрал около 80 тысяч пехот и всю конницу И выступил против иудеев с намерением сделать город местом обитания эллинов Храм обложит податью, как и прочие языческие святилища А должность первосвященника ежегодно выставлять на продажу Вот все время этот рассказ Он нам показывает, насколько Это была коммерческая история для селевкидов Вот вроде религиозное гонение Вроде борьба империи с некоторым небольшим народом на ее окраинах А суть-то в том, чтобы обложить храм податью А должность первосвященника ежегодно продавать Им денег все время не хватает Так бы, может, они оставили в покое Им, в общем, не очень интересно, в какого там кто бога верит Нисколько не беря в расчет могущества бога Он кличился десятками тысяч пехотинцев, тысячами всадников и восьмью-десятью слонами А слоны – ударная сила Во-первых, действительно здоровый зверь Если его еще соответствующим образом подготовить, чтобы он нападал на людей Многих может убить А потом еще и необычная ударная сила Из Индии они пришли И, в общем, к ним еще никто особенно не привык Поэтому это еще и психологическое оружие Вступив в Угде и приближившись к Бетсурию Крепленному месту, отстоящему от Иерусалима, схенов за пять Ну, то есть это достаточно близко Схена – это персидская мера Соответственно, тут по-разному ее исчисляют Это где-то пять с половиной километров Да, то есть довольно близко За пару десятков километров Начал его осаду Когда соратники Маковея узнали о том, что Лисия осаждает эти крепости Они, скорбя и плачу, вместе с толпами народа Стали просить Господа послать доброго ангела Для спасения Израиля А Маковей, сам первый взявшись за оружие Призвал других вместе с ним, презирая опасность Пойти на помощь своим братьям И они с воодушевлением вы вступили все вместе Вот, собственно Мало внимания обращает автор второй книги В отличие от автора первой На вот всю эту прозу военной кампании Где там сколько кого было Как кто построился, куда наступает Но он больше говорит о сути О том, что вот они с помощью Божьей побеждают Еще возле Иерусалима им явился, ведя их за собой, всадник В белой одежде, потрясавший золотым оружием Они все вместе возблагодарили Милосердного Бога и воспряли духом Готовый кинуться не то что на людей Но на самых лютых зверей и на железные стены Они шли вперед с оружием, имея небесного союзника Ибо Господь смело ставился над ними Явление ангелов, тоже для второй Маковейской книги Это постоянный сюжет, как некий зримый признак Божественного участия в этой истории Как львы кинулись они на врагов И уложили 11 тысяч пеших и 1600 конных А всех остальных обратили в бегство Причем большинство были ранены Бежали оттуда на гишом Да и сам лисий спасся по стыдным бегством Трудно себе представить, что прям большинство было ранено Из тех, кто отступил и что они бежали на гишом Но побросали щиты вооружение Зачем раздеваться-то им было Или они раны свои перевязывали Но здесь есть, конечно, некоторое такое преувеличение Да, вот блистательное войско, которое удирает с позором И вот эта ногота подчеркивает этот позор Но не будучи лишен разума Лисий стал раздумывать над поражением, которое он потерпел И понял, что евреи непобедимы Ибо в союзниках у них могущественный бог А потому он через посланцев убедил их заключить мир на справедливых условиях И посолил уговорами склонить царя к дружбе с ними Заботясь об общей пользе, Маковей согласился на все, что предлагал Лисий Ибо царь уступил во всем, что упоминалось в письме Маковея, переданном через Лисия Ну вот, как всегда, мир удобнее заключать с позиции силы Выиграв сражение, тогда ты диктуешь условия А послания, которые Лисия написала иудеям, были вот какого содержания Тут приводится текст Вообще, Маковейские книги приводят Первая и Вторая, довольно много таких материалов Лисий приветствует всех иудеев Иоанна Ависалом, посланные вами, передали привезенную ниже грамоту И спрашивали о том, что в ней значится Поэтому я разъяснил царю то, что следовало ему донести И во всем, в чем было возможно, он пошел на уступки То есть Лисий посредник, да, царь заключает договор Но мы же считали, что Лисий на самом деле правитель То есть фактически он хоть и посредник, но именно он определяет условия этого мира Итак, если вы сохраните вашу верность его державе, то я постараюсь и впредь действовать вам во благо Я поручил вашим и моим послам обсудить это с вами вместе с частными вопросами Будьте здоровы Год 148, 24 число, месяца Диос Каринфия 148 год, это по эре Александра Македонского Соответственно, это 165 или 164 года нашей эры Потому что, конечно, Новый год не совпадает в двух календарях До нашей эры, простите А письмо царя было такого содержания Царь Антиох приветствует брата Лисия Отец наш отправился к богам И мы желаем, чтобы жители царства могли спокойно заниматься своими делами Вот тоже очень интересная вещь Смотрите, Лисий передает им письмо царя Тем самым он дает некую высшую санкцию Выше царя уже некому разрешить им жить так, как они хотят Но мы понимаем об этом, я только что говорил Что на самом деле, может быть, Лисий все это и подстраивал И вот Новый царь, он еще помнит о смерти своего отца Он пытается установить какую-то такую справедливую систему правления в своем государстве Нам стало известно, что идеи не соглашаются на предпринятые отцом перемены обычаев на Иллинские Предпочитая собственный образ жизни И просят, чтобы им были оставлены их законы Вот почему желаю, чтобы этот народ миновал смутом И выносим решение, чтобы храм их был установлен А сами они жили сообща по обычаям своих предков А потому мы приветствуем отправку к ним послов и заключение мира Дабы они, зная наши намерения, были настроены доброжелательно И довольны и вернулись к своим обычным занятиям Вот, собственно, и все, чего хотят иудеи Оставьте нас в покое Не лезьте к нам со своими эллинскими обычаями Потребовалась целая война, чтобы селевкиды подумали Наверное, действительно так и надо А письмо от царя к народу было вот каким Царь Интеох приветствует совет старейшин иудеев и прочих иудеев Если вы здоровы, нам это по сердцу, а мы тоже здравствуем Такое стандартное начало письма Сперва обсудить, как у кого дела, все в порядке Менилай объяснил нам, что вы хотите, вернувшись домой, заняться своим делами Менилай тот самый первосвященник, о котором слово доброго нельзя сказать Особенно в первой книге много об этом расписано Но вот здесь он как переговорчик Итак, я поручусь за безопасность тех, кто возвратится до 30-го к Санфике Иудеи смогут придерживаться своих обрядов и законов, как и прежде И никого из них никоим образом не побеспокоит из-за имевшихся недоразумений Я послал к вам Менилай, чтобы он подбодрил вас Будьте здоровы, год 148, 15-й к Санфике Ну, получается, что у них есть 15 дней для амнистии Для того, чтобы, собственно говоря, перестать воевать И они получают полное прощение от высшей царской власти Прислали им письмо римляне вот какого содержания Квинтмей, Митит, Манли, Легат и Римлян приветствуют народ иудеев Мы согласны с теми уступками вам, на которые пошел родич царя Лисий О том, что он будет докладывать царю, вы рассудите немедленно И отправьте к нам кого-нибудь, чтобы мы могли изложить все по вашим пожеланиям Поскольку мы отправляемся в Антиохию Так что поспешите и пошлите людей, чтобы и мы могли узнать, какого вы держитесь мнения Будьте здоровы, год 148-й, 15-й к Санфике Римские легаты одновременно у Рима свои сложные отношения с селевкидами Это скорее вражда, причем Рим в этой вражде побеждает И римляне, устраивая свои дела, опираются на иудеев Как на некий союзный народ, они довольно часто так поступали Которые помогут им справиться с селевкидами Ну и, соответственно, для селевкидской державы Вот союз иудеев с Римом Это самый мощный стимул оставить иудеев в покое Потому что с Римом, собственно говоря, не шутят Итак, вроде бы дипломатически все выходит хорошо Что получится на деле? Как это все будет применяться? Об этом 12-я глава Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok